Финавтопарс это более 400 тысяч запчастей для иномарок без пробега по РФ в наличии и под заказ. Высокое соотношение цена-качество и гарантий на товар до одного месяца. Работают ребята по всей России, так что смело заказывайте деталье, которое еще не видел русских автосервисов и владельцев авто. Финавтопарс, все ссылочки будут в описании. Друзья, в прошлой серии мы строили вот такую вот чудесную подвеску на рессорах с перспективой на внедрение сюда пневмы. Однако я тут прикинул и подумал, что с моим стилем езды машину на такой подвеске я либо переверну, либо эту подвеску я торжественно вырву на каком-нибудь перекрестке, ну или мост газелевский сверну. В общем, что-то произойдет обязательно долго с такой подвеской, машина точно не проездит. Поэтому мы это все сейчас будем снимать. Это всегда приятно, когда строили-строили и вот, блин, построили, что снимать надо. И будем ставить вот этот вот прекрасный подрамник от турбового крауна. Изначально мы планировали делать пневму, чтобы в верхнем положении машина выглядела максимально стоково и не привлекала лишнего внимания. Однако, теперь она будет статично низкая, значит на внешку нам плевать. И я могу воплощать абсолютно все свои дурные всякие затеи и мысли касательно внешности этого автомобиля. В общем, сейчас мы снимаем подвеску и приколбашиваем туда вот этот подвесок. Пользуясь случаем, мы решили проверить, насколько хорошо мы приварили крепеж подвески прошлой серии. Как вы помните, варили мы сами и сварочник держали впервые в жизни. Не, оно все само загибается туда внутрь, смотри. А сварке вообще все пофигу. Вот это приварили. Вот это и лингшоу. Короче, сварка это вообще халява. Нехер делать. Хрен отрубишь. Слушай, а как нам теперь это снять? Здесь слой сварки-то такой достаточно толстый. Это 230-я, нужна болгарка как минимум. Ай, в рот ноги, потом придумаем. Друзья, значит, мы здесь начали прикидывать, как крепить этот подрамник на эту раму. И возникла проблема. Дело в том, что расстояние между вот этими вот шевелерами на раме, оно идеально совпадает с расстоянием между стаканами на крауне, с которого мы взяли подрамник. А это значит, что либо стаканы должны разъехаться в разные стороны куда-то. Я не знаю, ну, явно не на стандартных местах стоять. Но тогда теряется вот этот, теряется конструктив заводской подвески. И подвеска работает по-другому. И держак уже не тот, и жизнь уже не та. И нам это, нас это абсолютно не устраивает. Поэтому мы придумали кардинальное решение. Мы ночью в соседнем дворе отпилили жопу от крауна. И сейчас мы отпилим вот так вот раму нашу уазовскую. И она будет плавно и незаметно переходить в днище от крауна. У нас такая рама получается полурамная, полуванжеронная получится. Но при этом, я вообще не знаю, стоит ли говорить о плюсах, учитывая, какую наркоманию мы изначально делаем. Но, в общем, суть в том, что мы получаем заводские крепления подрамника и заводские стаканы. А значит, подвеска будет работать прямо идеально. Насколько это все будет хорошо держаться, мы не уверены. Потому что, опять же, варить мы ничего толком не умеем. Ну, кроме вот такой фигни, которую теперь не оторвали. А, кстати, проблемы нет, отрывать не надо. Она сейчас вместе с этой полурамой и уйдет. Но главный вопрос в том, что у рамы достаточно толстый металл, а у крауна он все же потоньше. И варить разную и толщину металла это сложно. А учитывая наш опыт, сейчас что-нибудь придумаем. Пока мы отрезали лишнее железо и размечали места внедрения УАЗа в жопу Тойоте, произошла ситуация, которая может настичь любого, кто строит подобный кастом-проект. Прямо в процессе съемок мы снова поменяли техническую концепцию автомобиля. Помните, в прошлой серии я вам рассказывал про некий конфликт между двигателем и передней подвеской? Дело в том, что при занижении элементы передней подвески, из чего бы она ни состояла, максимально близко подходят снизу к раме. При этом двигатель у нас находится примерно в этой же области машины. И он уходит точно так же, чуть ниже этой самой рамы. Соответственно, там они сталкиваются. И кто кого победит, не ясно. Но нам такая борьба нафиг не нужна, поэтому мы придумали кардинальное, опять же, решение. Мы будем приваривать жопу Крауна так, чтобы задняя ось была не здесь, на старом месте, а намного дальше, максимально сдвинута назад, чтобы колеса буквально только не выходили за уровень заднего бампера. Что нам это дает? Мы не будем ставить никаких карданов. Мы приделаем двигатель с коробкой напрямую к подрамнику. И двигатель у нас будет стоять не между передними сидениями, а сзади, в центре салона. Это помимо вообще избавления от конфликта с передней подвеской, потому что теперь у нас там мы можем делать все, что угодно, ничего нам не мешает. Плюс к этому мы получаем отличную развесовку, которая поможет мне дубасить боком. А дубасить боком на буханке нужно очень грамотно. В остальном же наш план остается без изменений. Мы берем жопу от Крауна и привариваем ее к УАЗику. Друзья, в этом деле очень важно соблюсти, так сказать, соосность между жопой от Крауна и рамой от УАЗа. Поэтому мы выставили лазерный уровень и бегали вокруг здесь рулеткой, вымеряя все вплоть до миллиметра. Это очень важно, потому что потом геометрия нашей конструкции, нашей подвески должна быть практически в идеале, чтобы машина была управляемая и ехала, могла вообще ехать прямо, а не так вот чуть бочком перемещаться по городу. Важный момент. Сварка двух этих конструкций между собой очень ответственный шаг и от этого очень много чего зависит в перспективе. Поэтому мы все же не рискнули делать это своими силами. Мы позвали нашего друга Сергея, который является просто, наверное, самым крутым сварщиком, которого мы когда-либо видели. Он занимается в основном сваркой строительной техники, всякой башенной крана и так далее. Он варит любые материалы, он варит любыми приспособлениями, разными аппаратами, он делает просто все. Это бог сварки. Он может даже вам коня к березе приварить, чтобы его больше никто не угнал. Так вот, ссылочку на него я оставлю в описании. Если вам нужна какая-то реально серьезная сварка, не на Жигуле вам пороги переварить, а сварить какую-то мощную, прочную конструкцию, обращайтесь к нему. Лучше, чем он, я даже не знаю, кто вам может что-то сварить. Так, сейчас мы все уже отмерили и приступаем непосредственно к сварке. Смотрите, в чем состоит боль. Вот это вот крепление подрамников, болты крепления. Их 4 штуки, 2 таких и 2 таких. Так вот, новые, они стоят, даже не оригинал, примерно 10 тысяч. Все 4 болта. То есть подрамник стоит недорого. На Тойоту все стоит, все железо, всякие там двери. Там вот Леха Накрау на себе купил двери, там что-то по полтора рубля там не получались. По сколько? А, по рублю? По рублю двери и так далее. То есть все стоит копейки. Но такие вот мелочи, как крепление подрамников, вам может встать в хорошие бабки. Но мы-то не такие мажоры, чтобы тратить 10 тысяч на 4 болта. Поэтому мы по образу и подобию подобрали просто в магазине крепежа каленые болты. Нормальные крепкие, должны выдержать по идее. Ход резьбы тот же, длина примерно та же. Как бы эти болтики нам вышли в 800 рублей всего лишь. Есть разница? Я думаю, есть. Друзья, вот наконец-таки уже какие-то очертания чего-то адекватного мы имеем. У нас готова задняя подвеска. Да, сейчас она очень высокая, потому что стоит все это дело без нагрузки. Когда вот здесь вот будет стоять Turbo J, плюс еще оденем мы кузов, мы даже не знаем, насколько низко вот это все пойдет в наших глазах. Я думаю, что, ну, я надеюсь, у нас будет хоть какой-то дорожный просвет. Значит, да, это было долго. Да, у нас не выходил видос почти, наверное, 3 месяца. Но это обусловлено тем, что мы ждали вот эту вот жопу. Потом мы с Лехой и его крауном делили вот это все железо, отделяли все аккуратненько, потому что Леха восстанавливает свою машину. Соответственно, все это было долго. Дальше, я надеюсь, все пойдет намного быстрее. Что мы делаем дальше? Дальше мы ставим двигатель. И да, кстати, мы еще у нас это все долго так, потому что мы не можем заранее заказать все запчасти, которые нам нужны. Мы не знаем, какие нам нужны будут запчасти. Вот сейчас мы, собрав жопу, понимаем, что двигатель будет стоять здесь. Соответственно, только сейчас мы поняли, как мы будем здесь крепить и какие запчасти для этого нам нужны. Потом, только сейчас мы, соответственно, поняв, что двигатель будет стоять здесь, мы поняли, как мы будем делать переднюю подвеску. И вот сейчас мы уже можем примерно прикидывать, откуда брать ее, ну, зная уже, какая она. В общем, все такие проекты, они делаются пошагово. И пока вы не сделаете шажок, вы не знаете, какой будет следующий. А в случае с рессорами мы сделали шаг, поняли, что это не то и сделали шаг назад. В общем, все это сложно, но мы идем вперед к цели, которую мы уже примерно видим. Буханочка будет ехать боком. Буханочка будет нормальная тема, короче говоря. Все нравится пока что. В общем, буквально завтра мы уже едем за запчастями для крепежа двигателя за передней подвесочкой. И надеемся, что все это очень быстро пойдет в работу. Но это увидите вы уже в следующей серии. На сегодня это, наверное, уже все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok